Всем привет! С вами канал Все про Android и сегодня у нас приложение, которое называется Dash Clock Widget. Несмотря на то, что я сказал, что это приложение, скорее всего это виджет, который позволит устанавливать дополнительные расширения и выполнять по ним определенные действия. Сейчас я покажу, как все это дело выглядит, потом мы перейдем к настройкам и подскажу, как вытащить, допустим, настройки, как вытащить сам виджет. Вот так выглядит уже установленный виджет, в него добавлены расширения, как вы видите, здесь есть быстрый звонок, из ВК, доступное место, частота процессора, данные мобильные, непрочитанные сообщения, свободная и занята оперативная память, часы. В общем, вот так вот все дело выглядит. На виджет не обязательно расширять на весь рабочий стол, можно его свернуть, при этом установленные расширения будут отображаться вот в таком вот виде, то есть вы сможете переходить и настроить этот вид по умолчанию для своего Android устройства. Пока же потянем виджет на весь экран, перейдем к настройке, то есть вы скачиваете данный виджет на свой смартфон или планшет и переходим сейчас к настройке. Для того, чтобы добавить вот этот вот под пункт настройки, чтобы был постоянный доступ и сам виджет, вам необходимо перейти в подкладку виджеты и выбрать данный виджет, разместить его на свой рабочий стол. Вот так выглядит ярлык для настройки, чтобы вы всегда имели доступ, то есть это будет ярлычок настроек и сам виджет, его просто как всегда необходимо перетянуть на рабочий стол, потому что как приложение вы ярлычок ни в меню, ни в подменю программ не найдете. То есть перетянули, перетянули настройку, а сейчас перейдем к настройке и посмотрим, что нам здесь предлагают. Во-первых, огромнейшее количество расширений на любой вкус и на любые потребности. Переходите в подкладку «Скачать еще расширения» и смотрите просто на огромнейшее количество расширений, которые есть на данном этапе в PlayMarket. Я тебе скажу, что на все потребности и текстовые сообщения, и быстрые звонки, и очистка памяти, и показ использованного трафика, свободного места, всевозможные заметки, сообщения, быстрые даже интеграция с таскером и возможность настроить таскер. Все, что необходимо, просто выбрать нужное вам расширение, скачать его, после чего его необходимо будет добавить в ваш виджет. Переходим в настройки. Вот так выглядит скачанное, как я уже говорил, расширение. Некоторые имеют настройки, некоторые не имеют. Для того, чтобы добавить, необходимо просто нажать на плюсик и выбрать из установленных расширений, к примеру, погода. Но она, кстати, отображается не совсем корректно. После чего вы сможете настроить данное расширение и задать ему дополнительные параметры, если это возможно, перейдя по вкладке, по пиктограммке вот это вот, вот эти вот три точечки. То есть, выбрали или удалили, или же если имеются дополнительные настройки, тогда вы сможете внести коррективы для того, чтобы расширение отображало то, что вам надо. К примеру, как по использованию мобильного трафика, время обновления, мобильные данные, показывать использование Wi-Fi и так далее и тому подобное. Скажу сразу, что все легко и просто, все интуитивно понятно. После чего вам достаточно будет нажать на галочку и расширение появится в вашем в основном виджете. Под вкладки расширение, отображение, то есть, как будет отображаться, настроить прозрачность, настроить фоновый цвет, спрятать часы. И если у вас, допустим, стоят какие-то другие часы, вы сможете всегда это настроить. Помимо всего, есть подкладка Daydream, то есть, ночной вид, как будет выглядеть данный подпункт на вашем Android устройстве, если, скажем так, все у вас работает. То есть, это как бы заставка, что будет отображаться, если выберете, то на экране, выключенном, будет отображаться данный виджет. Как я уже сказал, все довольно-таки интересно. Перейдя по этой вкладочке, вы сможете настроить и дополнительные настройки. Ярлык часов, выбрать кнопки настройки и задать дополнительные параметры. Для того, чтобы скачать расширения, я не помню, я это говорил или нет, достаточно перейти в маркет и скачать их по своему усмотрению. И, как я уже сказал, после чего вам будет доступен вот такой вот виджет со всем его функционалом. Не забывайте, что виджеты сами по себе используют много оперативной памяти. И если у вас очень слабая батарея, то лучше всего виджет, наверное, будет свернуть, если им будете пользоваться. Но всегда можно будет, как я уже сказал, настроить вот эти вот ярлычки. Вот такое вот, на мой взгляд, интересное приложение, которое позволит вам использовать виджет на своем Android устройстве. Оно, как я уже говорил, абсолютно бесплатно. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!